Питца церкви впервые. Вот, это не не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Итак, второй урок называется «Целостность». Давид выучился уроку целостности, но также синоним есть слово «честность» и «прямота». Поэтому сейчас мы выясним, что имеется в виду. Очень интересно, что через 15 стихов после того, как Давида помазали на царство, мы видим, что он предстал перед Саулом и стал его оруженосцем, да? А потом он сталкивается с своим первым гигантом, великаном, которого ему предстоит убить. И мы обратимся к Первому царству, 17 главе, 4 стиху сейчас. Что выступил из стана филистинского единоборец или победитель их, не самый лучший воин Голиаф. И он был не самый высокий гигант, которого они имели. У него фактически брат был, который больше его был. Но он был просто лучший единоборец. Он просто был такой непобедимый, да? Он тот, кто просто сносил людям головы. И был в этом чемпионом. Ну, самый лучший убийца того времени. Очень интересен тот факт, что когда мы делаем с вами шах на встречу Богу и на встречу нашего призвания в нем, нашей судьбы в Боге, на нашем пути появляются великаны и гиганты. И вот тут, смотрите, его помазали на царя, и вот ты, помазанный царь Израиля. И перед его лицом появляется гигант и говорит, сейчас от тебя мокрого места не останется, будет труп. У нас у всех есть голиафы в наших шкафах, в наших жизнях. И один из вопросов, кто наши голиафы, кем они являются, голиафы в нашей жизни. И очень интересно, что этот голиаф появился также в этом первом месте в Вифлееме. И если мы не справимся с ним там, то он будет продолжать преследовать нас, даже когда мы будем более влиятельны. И если мы наших голиафов так и будем закрывать в шкафчиках, оставлять разбирательство с ними, но потом прятать их, то они только будут возрастать. Но нам надо разбираться с нашими голиафами в первом месте, в нашей поместной общине, там, где мы приобрели наш духовный дом. А где мы окружены людьми, которые любят нас. Люди, которые могут ободрить нас, сказать, ты пройдешь, ты справишься, ты победишь это. И тут мы видим, что он, это его первый бой, Давида, первый голиаф в его жизни. Он был достаточно большой. Написано, что ростом он был шести локтей и пяди. И локоть, это мы знаем, что от пальца до конца локтя. И пять, это расстояние между большим пальцем и мизинцем. Поэтому, если сложить, это будет где-то шесть, нет, три, три метра с лишним, то есть это девять фитов по американской мере длины. И у него нагрудник, вот этот защищающий его, не щит, а как их обмундирование на нем огромное было. То есть он выглядел непобедимым. И вопрос заключается в том, каковы наши голиафы, что является сложным в нашей жизни, что является твердыней в нашей жизни, которую нам тяжело побороть. Потому что голиаф — это тот, кто будет попытаться забирать ваши мечты от вас. Или, например, вы имеете видение, что, о, вот эту цель я хотел бы достичь в Господе, вот в Боге я мог бы это сделать. Он будет пытаться забрать ваше видение. И он будет пытаться говорить вам, что он вас остановит. И он является не просто, ну, физически тогда голиаф был сильным человеком. В нашей жизни это твердыни. И то, о чем мы с вами будем говорить, о двух видах голиафов. Мы будем говорить о наших внутренних голиафах и о внешних голиафах. Внутренний. Внутреннего голиафа необходимо победить вот в этом вашем духовном Вифлееме. Писание говорит о том, что если мы хотим побеждать, нам необходимо связывать эти твердыни. И это духи злые, бесовские. Я посещал много таких стран, вот как Индия и подобным, где они очень зациклены на всех этих духовных проявлениях, на спиритических, на таких духовных божествах, поклонениях. Но на самом деле эти духи были самые легкие, которым можно было. Это те, которые Иисус победил. И на самом деле, когда мы дальше будем двигаться по поводу наших внутренних голиафов, вы увидите, что вот такие духовные штучки, их легче всего побороть. И мы обратимся к нескольким местам Писания, которые хорошо знакомы. Ефесянам 6, 6. Это интересно, потому что книга Ефесянам изначально говорит, насколько мы богаты, как верующие люди. И потом говорится о том, что если мы будем выполнять все с усердием и работать правильно, то тогда мы будем обогащены. Но в итоге, в центре, в 6 главе, здесь такая мысль идет о том, что нам необходимо быть сильными. И держаться Господа, и одевать Его все оружие, чтобы суметь преодолеть вот этих голиафов. И мы читаем Ефесянам 6 главу с 10 по 14 стихи. И здесь говорится о вот этих духах дьявольских козней, против которых мы выступаем. И что мы против чего идет наша духовная брань, здесь говорится. И мы все знаем это место, что потому что наш собрань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы, века сего и против духа, злобы поднебесной. Поэтому нам необходимо иметь все оружие Божие, чтобы уметь противостоять этим духам. И если мы откроем 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стихи. Тоже известное место. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И здесь три важных момента. Что мы разрушаем и не спровергаем твердыни. Что мы пленяем всякое помышление. И также не спровергаем не просто замыслы, но и всякое превозношение. Все то, что превозносится над познанием Божьим. И для большинства людей вот в этом происходит огромная битва. И второй, самый большой Голиаф, это Голиаф, находящийся у вас между двумя вашими ушами. Это ваш разум. И это самое большое поле битвы. Чем, вот сколько бы вы ни находились в вашем теле, столько у вас будут происходить духовные битвы в голове. И Писание четко нам говорит, что дух противится, плоть противится духовному, да, а дух противится всему, что по плоти. И поэтому вопрос, кто будет в контроле. И это однозначно то, где вам надо победить в этом поле брани, еще в вашем первом, так сказать, вифлееме, чтобы вы были уже свободны идти на поле брани дальше. Я помню моего ментора, первого наставника, который, когда я уходил из церкви на служение какие-то, на какие-то миссии, потом возвращался, он говорил, ну, свидетельствуй, рассказывай. И в этих свидетельствах мой наставник понимал, что я либо проигрывал битвы, либо выигрывал битвы тогда, когда ездил. И в большинстве я сначала проигрывал битвы. И мне заняло определенное время, чтобы задаться вопросами, понять, почему же я проигрывал битвы. И почему он спрашивал меня постоянно, ну, рассказывай, как ты съездил. А потом я начал прислушиваться, что я говорю. И я понял, что я говорю о том, что я проигрываю битвы. Я вышел, сражался, я проиграл, то есть я был испытан, и я не выиграл. Поэтому, куда бы вы ни были призваны, в какое бы ни были служение, вы будете испытаны. И это то, в чем вы можете быть 100% уверены. Бог приходит и говорит, о, я выбрал тебя, ты будешь помазан, ты будешь велик вот в этой области, ты можешь сделать это и это, я вижу в тебе. В тот же момент враг посылает к вам кого-то со своей стороны, который будет говорить вам, нет, ты не способен, ты не сможешь, ты не справишься. И нам надо будет учиться разбираться с этой войной. И вы будете научены потом распознавать мысли, которые будоражат ваш разум и отвлекают от воли Божьей, и мешают ее исполнению, вселяют в вас неуверенность. Аллелуя. Помните, как Павел говорит, то, чего не хочу делать, делаю. То, что хочу делать, не делаю. Это война происходит внутри разума. И нам необходимо сражаться внутри нас самих, чтобы мы были способны сражаться потом снаружи. Сначала мы побеждаем внутренних гигантов. Вы не можете себе самому сказать, во имя Ишуа там, уйди от меня. Демонам вы можете такое сказать, отойди. Но самого себя вы не можете связать и изгнать. Вы не можете изгнать свой разум. Вы должны его подчинить, как здесь написано, в его правлении. В познании и помышлении, послушании. Вашу волю, ваши эмоции, ваш интеллект. Все надо пленять в послушании Христу. И все это должно стать в правильный порядок в подчинении, правлению Духа. И единственное, как это может произойти, это быть распятым. Как Павел говорит, каждый день умираю, умерщвляю себя. И это процесс. И это процесс всей жизни, длиной в жизни. Как это будет работать потом в вашей жизни. И этому мы должны практиковаться в нашей поместной общине церкви, где мы живем и растем. Мы должны слышать даже свидетельства друг от друга, как кто-то, ваш ближний, сражается со своими внутренними гигантами. Если у него получилось, значит и у меня получится. Мы должны выражать поддержку друг другу, но и в свидетельствах друг друга это ободрение для нас, что и я справлюсь со своими гигантами. И все мы знаем, что плод Духа, он написан, он в единственном числе. Он не написан, что плоды. И плод, он один, и в нем, помните, совокупности, оно все вместе идет. Но так с плотью не работает. Плоть атакуема, например, сегодня, о, нужда, деньги нужны. И вы боретесь с этой вопросом. На следующий день вас может волновать вопрос силы вашей. А на третий день какие-то сексуальные атаки вы можете пережить. То есть плоть, она же касается всех сфер нашей жизни. И все, что перечислено, помните, про плоть, оно в множественном числе идет. Его много того, что касается плоти. Поэтому еще больше нам необходимо искать того, чтобы ходить в Духе, пребывать в Духе. И должно быть наше личное распятие. Мы должны сами распинать себя. Эту ветхую природу. Аллилуйя. Я могу сказать, что это популярное. Но это не самое популярное, что я вам говорю, но нам необходимо с этим разбираться. И это то, что с первым мы разбираемся еще в нашем Вифлееме, так сказать. И изначально людей мы должны учить, чтобы они с этим, во-первых, разбирались. Аллилуйя. The next one is tradition. Next lesson? No, the next internal. Окей. Следующий внутренний гигант — это традиции. Tradition. Это так, как мы всегда делаем. И эта традиция, она может просто уловить вас. When the next waves come, that we are trapped in the old tradition, and we can't receive the next wave. Следующая волна идет, свежая волна чего-то нового, а мы ее не принимаем, потому что мы закостенели в своей старой традиции. Бог делает что-то новое, что-то свежее, а мы не способны это принять. I try to keep myself fresh with that, because I've seen different decades of people fighting it when God was moving with the next decade, and then they were stuck in their old tradition, you know? Я стараюсь самого себя держать всегда свежим и готовым к тому, что Бог может двигаться по-новому, потому что видел очень много людей, которые десятилетиями боролись против введения чего-то нового в Боге, и застревали в своих просто традициях и образах, как они привыкли. Это не просто традиция, которую хочу, делаю, хочу, нет, а она становится грехом, потому что она улавливает тебя и ограничивает твое движение дальше. And here's the trap. I'll give you a little illustration. Sinister, да? Она нечестивой традицией становится. This is a little story. The demon says to Satan, let's tell them they're going to hell. Есть такая история. Демоны приходят, бесы приходят к дьяволу и говорят, давайте скажем людям, что они в ад идут. No, we always tell them that. Let's don't tell them that. Мы всегда им это говорим. Не работает. Well, let's tell them something else. No, he just goes on and finally says, let's tell them you can stay asleep. Don't wake up. Предлагалось много вариантов. И на последнем, на чем они остановились, типа, давайте скажем им, что они могут спать постоянно, что они могут всегда оставаться в своей традиции, в своем привычном. Демоны сказали, да, вот оно. Останься так, как ты есть. Ничего не меняй. Но есть Писание, пробудись. Поднимись, восстань. Оживи. И это то, что мы должны постоянно для себя же напоминать и делать. Помните, как Павел говорит, возогревайте дары Божьи, которые в вас. То есть не оставайтесь в состоянии покоя. Не впадайте в спячку. Аллелуя. Нам необходимо всегда свежее откровение, свежее Слово Божье. Мы должны пытаться продвигаться вперед. Помните, я говорил, что мой наставник всегда говорил, есть больше. Второй мой епископ говорил, если ты только перестал учиться и расти, или перестал быть необучаемым, не поддаваться изменениям обучениям, с тобой покончено. Это то, где ты остановишься и не будешь расти. И врага это устраивает. Ты и будешь устраивать в таком состоянии врага. Он не будет тебя беспокоить. Он хочет, чтобы ты остановился, успокоился, стал удовлетворенным. Хочешь, чтобы тебя дьявол оставил в покое? Впадай в спячку. Но как только ты начнешь что-то делать для царства, вы будете чувствовать это давление. Аллелуя. Аминь? И тогда вы станете, если вы будете двигаться вперед, тогда вы станете тем, кто будет изгонять дьявола и давать ему пинки. Спасибо тебе, Господь. Это было местописание Ефесянам 5.14, которое мы только что сказали. Встань, спящий, и воскресни. Главное, что мы должны никогда не забывать, мы должны быть доступны для Бога всегда. А потом мы должны быть во вторую очередь смирены, чтобы служить любым людям, которых Бог присылает в нашу жизнь. людям Божьим, которые окружают нас. Аллелуя. Это наши внутренние голиафы, которых мы перечислили. Разум, традиции. Могу сказать одно. Могу сказать одно. Вы можете победить их. Но вы должны победить их еще в вашем Вифлееме. Вы должны их победить еще на первом пути, на первом этапе. В Вифлееме. Разбирайтесь, идите к более старшим, идите к зрелым. Вызывайте их, так сказать, наружу, чтобы разбираться с ними. Разберитесь с ними. Дух Божий, он больше любого из них. Тот, кто в вас, он больше того, кто любой из них, этих голиафов. Чтобы иметь эту победу, чтобы иметь эту свободу. Враг хочет лгать вам постоянно, что вы никогда не приобретете вашей свободы. А вы можете жить жизнью победителя. Он говорит, я буду вызвать вас победу в Христе every time. Это то, что Господь говорит. Слово Божие говорит, что во Христе мы во всем можем иметь победу. Всякий раз. И что нам это говорит? Это говорит о том, что Иисус, Господь, который внутри вас, покажет, как Он может иметь победу со всякой вашей сложностью и с любой вашей проблемой. Аллелуя. Он внутри для того, чтобы помочь вам и пройти. Чтобы вы соработали с Богом. Чтобы вы могли иметь эту победу. Я вспоминаю своего наставника. И он говорит, хорошо, увидимся в воскресенье. Come with a shout. He said, come shouting. Shouting. Shouting with a victory. Я хочу увидеть тебя в воскресенье кричащим от победы, восклицающим. И ликующим. Я пришел. Я не осознавал, чему Он меня пытался научить. Потому что я сражался с множеством вещей. Чтобы к воскресенью или, так сказать, к шабату прийти уже с победой. Потому что если вы не приобретаете эту победу, вы не сможете ликовать, кричать, восторгаться. Оно испарится, ваш возраст. Поэтому его семя, которое он пытался в меня посеять, это чтобы я искал этой победы. Чтобы я желал этой победы. Но это было обучение. You're going to be fighting, but come with a victory. Обучение тому, что, подожди, ты будешь бороться, ты будешь сражаться, это будут битвы, но тебя ждет победа. Это великое испытание, но и также великое время приобретать эту свободу. Hallelujah. Давайте поговорим о внешних Голиафах. Те, которые пытаются снести вам голову. Вчера мы затронули немножко, что такими Голиафами могут быть члены нашей семьи. Таковыми выступила семья Давида, его братья. И первый, старший брат, он был первый на престол, как бы претендент. Даже пророк Самуил, когда перед его лицом поставили этого первенца, он сказал, ну, конечно, это он, высокий, красивый, соответствует всем стандартам царей. И Бог сказал, смотри на сердце, а не на внешний образ. И он прошел мимо него. И вот смотрите, какое местописание вы можете записать, Первая царь. 27-18. 27-я глава. Yeah, it has a list of people that were in David's... What's First Chronicles? First Chronicles, 27-18. There's a small list there of men that were in his cabinet or his kingship. And this brother is listed there. Смотрите, Первая параллель Паминон, 27-я глава, 18-й стих. У Иуды Илеаф из братьев Давида, у Исахара Амри, сын Михаила. И здесь перечислен Илеаф, это брат Давида, вот тот, который должен был быть претендентом. Он был в армии, которая была против, выступала против царя Давида, и он собирался убить брата. И еще двое братьев из числа братьев Давида также были в составе армии, которая выступала против Давида. Но позже мы видим по Писанию, что Давид простил свою семью, простил братьев. И он присоединил их к работе для царства своего. Аллелуя. Давид, он... Он разрушал традиции определенные. Видите, не старший брат стал царем, а младший. Это разрыв всех шаблонов и всех традиций. Аллелуя. Так же есть обетования, которые Саул дал, обещания. Человек, который свергнет этого Голиафа, приобретет великое богатство. Обещал там Саул вознаграждение за смерть Голиафа. Я и дочь свою отдам ему. И семья налоги платить не будет. Это хороший. Никакого налога. Это хороший повод посражаться с Голиафом. Скажем так, Богу мы не служим за ничто, за бесплатно. Нам не надо быть нищими, чтобы быть святыми. То есть есть обетование, есть обещание. И чуть дальше в Писании Давид говорит, Давид говорит, повторите, повторите все, что мне обещано там будет. И перечислялось, что он получит в случае победы. Получишь богатство, ночь, и никаких налогов для твоей семьи. Я думаю, что вы знакомы с историей Давида и Голиафа. Помните, что Давиду дали все оружие, обмундирование, насколько оно не подошло ему. И смотрите, Давид отвергает вот это все оружие, которое ему дается, обмундирование. И есть несколько принципов, которые мы можем выучиться из этого. И несмотря на то, что Саул оказался нехорошим царем для Давида, нехорошим наставником, не самым хорошим, так сказать, духовным отцом, Давид, несмотря на все это, учился вести войну, сражаться сам по себе. Он отверг его оружие, которое Саул предложил ему, и снаряжение. И делал он это, потому что он понимал, кто он и какова его цель. Нам необходимо осознать, понять, кто мы в Боге. Мы должны просто знать это наверняка. Для того, чтобы быть способными побороть этих гигантов, этих великанов. Позвольте я вам по-другому это сказать. Вот, например, мой наставник и я. Я должен научиться бороться с гигантами. Сам, не через моего наставника. Понимаете, о чем говорю? Потому что иначе это превратится в историю из Нового Завета, которую мы знаем. Когда обе сказали, ну, Павла мы знаем, Иисуса мы знаем, а вы кто такие? Некоторые ученые говорят, что ему тяжелы были эти обмундирования. Они не подошли ему, ему тяжко было. Но я не верю в это. Я верю, что Давид был очень сильным человеком, если он львов-медведей разрывал. Но просто это обмундирование не подходило ему по типу. Он был из тех израильтян, которые выросли на земле и орудовали камнями, палками. То есть они не носили это тяжелое обмундирование. У него был его путь, и этот путь ему Бог показал. Поэтому он сказал, что я не могу принять это обмундирование. Я должен это делать своим путем. Вот как я чувствую, как Бог мне показал. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Есть местописание, где Иисус говорит Петру That Satan wants to sift you, but I pray for you that your faith fail not. You know the scripture? That your faith fail not? That your faith would not fail? You don't have yet this place. Let me say, let's break this down. Remember Jesus in the garden? Помните Иисус в саду? The devil come for him. He said, are you Jesus? He said, I am. What happened? They all fell down. Дьявол просто отошел. Помните, что все вокруг упали. Ему задавался вопрос, Иисус ли ты, тот ли ты, Сын ли ты Божий? И он сказал, я есть. И помните, весь тот отряд, который пришел схватить его, он упал. Ничего в нем, в Иешуа, не было, за что зацепиться. Ничего плохого в его душе. Он был чист. И тогда враг, дьявол, пытался его победить. Если бы он продолжал говорить, я есть, я есть, я есть, они бы с земли и так и не поднялись бы. Они бы продолжали лишить. Но Писание говорит нам, что он замолчал, он прекратил говорить. То есть, это был его шанс, чтобы они поднялись. Потому что они взять-то его не могли, если бы он им и не позволил. Он отдал самого себя. Он отдал самого себя. Аллелуя. И это сила Божья. И эта сила живет в вас. Аминь. И когда вы начнете, когда вы будете ходить с Богом, когда вы осознаете это, вы будете на спины опрокидывать ваших врагов. И когда вы будете побеждать его в определенных областях, он будет убегать из этих областей, из этих обстоятельств и состояний. Вы будете, так сказать, распятие ставить, как знак распятия на этих областях. И у него не будет ни места освить гнездо, ни поставить гвоздик, ни забить колышек. Ничего у него не будет. И те бесы, помните, они говорили, мы знаем Павла. Павел так делал. Он был человек, он был Иисус. Он был человек. Но он делал то, что Иисус говорил. Он побеждал этого врага. И враг знал, кем был Павел. Аминь. И мы должны жить так, чтобы враг знал, кто мы такие. Что я иду за Богом. Я его. Я с Богом заодно. Всякий раз я иду с Господа. Что бы ты ни сказал, я иду с Господа. Я с ним. И когда враг будет видеть, что вас не остановить, вы будете побеждать Его во всех областях. Он будет пытаться сделать вам что-то еще с другой стороны, но вы будете во всех областях побеждать Его. И вы будете видеть и чувствовать внутри самих себя. У меня есть победа. Я понимаю, кто это Христос внутри меня. Это моя надежда. Он величественней тот, кто во мне, чем кто-либо. И я хожу в той победе, в которую еще вчера не ходил. Я в новом месте. И я получу следующее. И следующее. Вот эти внутренние гиганты, эти плоти, эти традиции, внешние и внутренние эти гиганты, неважно. Вы станете просто свергателем гигантов. Аминь. Вы, так сказать, позволите врагу понять, кто вы такой. И это должно быть сделано еще в Вифлееме на первом этапе. Аминь. Аминь. Перерыв.